МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Николай Иванович Пирогов, русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, создатель первого атласа топографической анатомии и основоположник русской военно-полевой хирургии, еще в конце 19 века утверждал, будущее принадлежит медицине предохранительной. Эта наука, идя рука о в руку с лечебной, принесет несомненную пользу человечеству. Должно было пройти почти столетие, чтобы люди на практике убедились в справедливости этих слов. Здравствуйте! Основной темой нашего сегодняшнего разговора станет относительно молодое заболевание, которое за неполных 30 лет после официального признания каких только мрачных титулов не удостоилось. Это и чума 20 века, и грозная тень человечества, и чумная смерть. Речь сегодня пойдет о ВИЧ-спит. Впрочем, говорить мы сегодня будем не только об этом. Простые вопросы о здоровье. А если нет, то каковы последствия этого? И ответы на них. Часто мы сталкиваемся с тем, что на рынке сам продавец не всегда правильно говорит, какие очки он продает. Смертельный приговор или жизнь с чистого листа. Нужно понимать, что сейчас ВИЧ-инфекция касается каждого. С каждым днем у современного человека становится все больше источников информации. Это, безусловно, плюс. Я, например, на днях пересмотрел передачу основным лейтмотивом, которое было то, что Всемирная организация здравоохранения признала мясо, которое было подвержено тепловой обработке, пищей, вызывающей риск возникновения опасных заболеваний. И все бы ничего, а только раньше то же самое говорили про разного рода консервы, сладости, соль, маргарин. Список можно продолжать бесконечно. Ясности не прибавляются, остаются одни вопросы. Что в рамках сегодняшней темы интересует жителей нашего города, об этом традиционно в начале программы. Можно ли на рынке покупать очки для сниженного зрения? А если нет, то каковы последствия этого? Чем опасно смешивать антибиотики с алкогольными напитками? Хотелось бы знать, правда, что люди, которые пережили операции на сердце, живут на 15 лет меньше? Пока ведущие специалисты пытаются найти ответы на эти непростые вопросы, я хочу вам представить гостя нашей сегодняшней программы. Итак, знакомьтесь, Олег Николаевич Суетнов, заведующий отделом профилактики ВИЧ-СПИД Гомельского областного центра гиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Добрый день, Олег Николаевич. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Олег Николаевич, как вы понимаете, наша с вами встреча в начале декабря совсем не случайна. Всего несколько дней назад, 1 декабря, отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом. Он объявлен почти 30 лет назад, в 1988 году. Я так понимаю, что основная цель профилактики и напоминания о СПИДе – это превенция, то есть избежание заболевания. Так ли это? Вы совершенно правы, и 1988 год является отправной точкой, когда весь мир стал отмечать этот день. Всемирная организация здравоохранения объявила всем, всем государствам, и это было непростое объявление такого решения. В тот период было уже осознано, что это не чисто медицинская проблема, а это проблема всего человечества, всех, кто причастен, каждого человека. Поэтому, ну, было так, примерно 1 декабря. Могло быть 1 ноября, но просто уже посидели, подумали и сказали, что будет 1 декабря. Но, тем не менее, прошло уже определенное количество лет, уже не один десяток лет. И сегодня, и в этом году тоже отмечался этот день. Что значит такое 1 декабря? Это не просто один день, когда мы начинаем активно бороться с этой проблемой. Эта проблема сегодня и борьба, профилактическое направление этой борьбы ведется круглый год. Но почему 1 декабря? И вот было обозначено, чтобы напомнить лишний раз людям, что проблема такая существует. И когда мы напоминаем, и чаще напоминаем, человека подсознательно начинает уже откладываться, что да, все-таки проблема эта есть, и с ней нужно как-то бороться. Ну, прежде чем продолжить беседу, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет об истории заболевания. Более 20 лет назад в мире началась эпидемия самого страшного и непонятного вирусного заболевания современности – СПИДа. Его заразность, стремительное распространение и неизлечимость снискали заболеванию славы чумы 20 века. Некоторые ученые считают, что вирус ВИЧ был передан от обезьян к человеку примерно в 1926 году. Сегодня в нашей стране зарегистрировано 19 400 случаев ВИЧ-инфекции. Это составляет примерно 158 заболевших на 100 тысяч населения. 45% от общего числа приходится на Гомельскую область. В цифрах это 8744 зарегистрированных случаев. Из них 6246 человек с ВИЧ-позитивным статусом. Олег Николаевич, давайте в начале программы, чтобы не путать наших телезрителей, поясним. Количество случаев заболеваний и количество людей с ВИЧ-позитивным статусом – это разные вещи, разный статус? Вы совершенно правы. ВИЧ-инфекция – это заражение. ВИЧ-инфекция в своем развитии проходит несколько этапов, в том числе и последнюю стадию так называемого СПИДа, когда присоединяются другие заболевания, в частности первое заболевание, которое присоединяется на стадии СПИДа – это туберкулез. Далее присоединяются разного рода другие оппортунистические инфекции. Это кожные заболевания, это саркома КАПШ, это пневмоцистная пневмония и ряд других, на фоне которого снижен иммунитет, и они проявляют свою активность на стадии СПИДа. Олег Николаевич, в самом начале разговора было озвучено количество случаев инфицирования в нашей стране – 19 400. Как с точки зрения статистики мы выглядим на фоне других стран мира? Ну, если уже не говорить так, не будем мельчать, а скажем такую простую вещь, ежедневно в мире выявляется от 14 до 15 тысяч ВИЧ-позитивных. У нас в Гомельской области ежедневно выявляется 1, 2, а то и 3 случая. Такая же тенденция сегодня и начинает прослеживаться на уровне Республики Беларусь. Скажите, пожалуйста, а вот в современных условиях основные пути передачи вируса иммунодефицита человека в нашей популяции, в нашей стране какие? Сегодня ВИЧ-инфекция распространяется классическим путем – это половой путь передачи. 80% и более 80% вообще в целом в мире по статистике людей инфицировались половым путем. Та же самая ситуация сегодня прослеживается у нас. Но хочу вернуться к истории все-таки. На первых-то этапах у нас, когда брать Светлогорскую вспышку, было 95% инфицирования парентеральным путем, то есть внутривенное введение загрязненных наркотиков. Потом постепенно, постепенно шло развитие процесса. Наркоманы – это тоже, как говорят, активные люди в половом отношении, вступали в разные роды половые контакты, и вирус потихонечку стал распространяться половым путем. Сегодня внутривенные наркоманы и наркомания как таковая уже не имеют той актуальности в плане распространения ВИЧ-инфекции. Сегодня ВИЧ распространяется в основном половым путем. Ну а это, наверное, значит, что, в принципе, каждый человек имеет риск заразиться гораздо выше, потому что если будет в голове существовать миф о том, что это болезнь наркоманов, то бессознательный человек будет себя в этом плане защищать, как-то игнорировать. А правила защиты от ВИЧ надо соблюдать всем. Олег Николаевич, синдром приобретенного иммунодефицита – это разрушение иммунной системы организма, защищающей его от инфекции. Как меняется жизнь человека с течением болезни с момента инфицирования, и вообще, какие варианты развития сценария возможны при таком диагнозе? Вы знаете, если вот вопрос бы мне этот задали лет 20 назад, то я бы сказал так, что сценарий не очень хороший. На тот момент было и недостаточно антиретровирусных препаратов, это были единичные препараты, это была монотерапия и так далее. Но, тем не менее, человек тоже жил и употреблял препараты, но их приходилось много употреблять, причем терапия эта стоила дорого, доходила до 10-12 тысяч долларов в год нужно было потратить на одного пациента, чтобы ему назначить терапию и поддерживать его. Но те препараты, которые применялись 20 лет назад, они позволяли всего лишь продлить жизнь человека, где-то 4-5 максимум лет на стадии спида. Сегодня, если говорить о ВИЧ-позитивном, и о той терапии, которая все-таки доступна, но она, доступность связана с чем? Все-таки вещи позитивные они не платят за эту терапию. И эта терапия им дается бесплатно, поэтому она и доступна. Но, учитывая, что сегодня спектр этой терапии насчитывает более 20 препаратов, причем эти препараты сегодня комбинированного такого свойства, то есть в одной таблетке содержится 2-3 наименования препарата, и человеку уже приходится употреблять не пригоршню таблеток, а 2-3 таблеточки в течение дня и так далее. Это уже большое достижение, и вот это вот, я бы сказал так, но не революция, а достижение в плане терапии позволило сегодня ВИЧ-позитивным, в принципе, чувствовать себя комфортно, возвращаться в социум, да, но если этот человек привержен, если он понимает, что он на терапии может жить, ему нужно принимать таблетки, и он будет жить и нормально жить. Другое дело, когда человеку назначают терапию, он попринимает, потом бросает. А вот это, когда бросает терапию, это опасность, причем в том, что вирус начинает привыкать к этим препаратам, потом уже возвращение на эти же схемы лечения уже не дают тот эффект, и человек потихонечку начинает заболевать, то, что мы говорили, другими заболеваниями, и в итоге мы видим, какой результат. Олег Николаевич, от правильности подачи информации и вообще информированности о проблеме ВИЧ-спид зависит очень многое. В нашей области, собственно говоря, этим занимается отдел профилактики ВИЧ-спид областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которым вы и руководите. Собственно, поэтому предлагаем вам посмотреть небольшой сюжет о работе центра. Бояться не надо, нужно знать. Именно эти слова лежат в основе принципов работы Гомельского областного отдела профилактики ВИЧ-спид, который на сегодняшний день является организационным, консультативным и контролирующим подразделением санэпидслужбы нашего региона по вопросам надзора за ВИЧ-инфекцией. Несмотря на то, что официальное признание заболевания получило уже более 30 лет назад, следует признать, что специалистами в теории вопроса становятся в основном те, с кем незнание или беспечность уже сыграли злую шутку. В сознании остальных СПИД – это по-прежнему болезнь наркоманов и людей, имеющих беспорядочные половые связи. Между тем, ситуация поменялась коренным образом, и это необходимо знать. Нужно понимать, что сейчас ВИЧ-инфекция касается каждого. В этом году 93% новых случаев заболевания связаны с половым путем передачи. То есть источниками послужили люди, которым мы доверяли или с которыми придались какой-то мимолетной страсти. Единственный способ узнать надежно состояние своего здоровья – это пройти лабораторный тест на ВИЧ. Единственный надежный способ определить свой ВИЧ-статус – это прохождение теста на ВИЧ. В нашей стране определены категории, которые проходят обследование в обязательном порядке. Остальные же проходят обследование на ВИЧ добровольно и при желании анонимно. Основным направлением деятельности лаборатории является организация и проведение скрининговых, арбитражных и подтверждающих исследований на ВИЧ-спид методами иммуноферментного анализа, иммунного блотинга, полимеразной цепной реакции и определения иммунологического статуса у ВИЧ-инфицированных методом проточной цитофлюрометрии. Сегодня на базе отдела профилактики ВИЧ-спид работает кабинет информационно-образовательной деятельности. Это своеобразный областной ресурсный центр, который разрабатывает мероприятия для молодежи и специалистов по профилактической работе, занимается подготовкой интерактивных молодежных встреч и осуществляет волонтерское движение по инновационным формам и методам профилактической работы. Олег Николаевич, Вашу работу сложно переоценить. Ведь для многих людей ВИЧ-спид – это смертный приговор без возможности обжалования. И люди порой не знают, что при таком диагнозе можно достаточно долго и полноценно жить. Где и как можно пройти диагностику ВИЧ-инфекции? Диагностика ВИЧ-инфекции сегодня доступна в любом лечебном учреждении Республики Беларусь, в том числе и Гомельской области, в городе Гомель и в районных центрах, там, где есть процедурный кабинет. Вот зашли в процедурный кабинет и говорите, уважаемая там медсестра, хочу обследоваться в том числе и анонимно. У нас сегодня есть возможность обследоваться на анонимной основе. Но анонимность, она подразумевает собой получение результата только лишь для себя. То есть мы не спрашиваем фамилию, имя, отчество. Единственное, что пол, естественно, виден, кто это, и возраст. Человек вправе обследоваться анонимно. Но что касается дальнейших действий, если все-таки, не дай бог, будет положительный статус, то здесь уже уровень анонимности, он уже будет неправомочен, неправомерен. Потому что анонимно сегодня ВИЧ-позитивные на диспансерное наблюдение, на терапию не берутся. Хочу еще сказать, что с 1 января у нас немножко расширяется спектр услуг, которым будет возможность обследоваться лабораторно по субботам. По субботам с 9 до часу дня улица Моисеенко, 49, не только на ВИЧ-инфекцию можно будет обследоваться. Это и на парентеральные гепатиты, и на ряд других инфекций, хламидиозы и так далее. То есть, пожалуйста, можно будет и уже приходить в субботу. Олег Николаевич, еще один вопрос хотелось бы узнать. А накладывает ли ВИЧ-статус, позитивный ВИЧ-статус, какие-то социальные ограничения на человека? Хотелось бы, чтобы это не накладывало, конечно же, ограничения на, вот как вы задали вопрос, на этого человека. Но определенные моменты сегодня все-таки существуют. Они существуют, исходя из целесообразности и действительно, исходя из моментов профилактики, будем говорить так. Первое. Сегодня не может быть донором ВИЧ-позитивный. Ну, это понятно. Естественно. Потому что он может послужить источником инфекции, и, естественно, будет, другой человек может быть заражен. Поэтому, сегодня есть закон, который был принят в 2012 году, значит, предупреждение заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, называется он, запятая вируса, иммунодефицита человека. И этим законом сегодня регламентировано вообще поведение, будем говорить так, ВИЧ-позитивных. Конечно, возникали ряда разного рода упреки, претензии. И со стороны, конечно же, ВИЧ-позитивных, общественных организаций. Но, тем не менее, я считаю, что закон все-таки принят правильно. И, как бы мы ни хотели, но, ВИЧ-позитивные часто говорят, что, ну, были у нас контакты, но мы не хотим, чтобы эти контакты знали о том, что они были в контакте и обследовать их. А извините, пожалуйста, а как же этому человеку сказать, что он все-таки рисковал? Ему же надо обследоваться. Поэтому вот этот момент законом прописан, что мы имеем сегодня право обследовать эти половые контакты и наркоконтакты. И сегодня, что касается вот социальных этих вопросов, ВИЧ-позитивные, ну, это уже, будем говорить так, в медицинской среде, имеют тоже ряд некоторых ограничений. Сегодня ряд профессий, медиков, в частности, хирургического профиля, ну, им как бы не то, что запрещено, а не рекомендовано, если имеют ВИЧ-положительный статус, иметь эту профессию. Ее нужно сменить. Олег Николаевич, а как обстоит дело с сохранением медицинской тайны при оказании помощи ВИЧ-инфицированным? Тут я скажу вам простую вещь. Вообще, любой диагноз сегодня, не только ВИЧ-позитивный, ВИЧ-инфекция и так далее, любой диагноз, любое заболевание имеет врачебную тайну. Будем говорить так, это прописано в законе, любой диагноз. Но, я не помню на своей истории случаев, чтобы это было разглашено. Хотя один случай все-таки у нас был, когда ребенок, по жизненному показанию, ребеночку было перелита кровь, этот ребенок был еще в период до Светлогорской ситуации, переехали не из Смоленского, Смоленской области сюда. Тогда, ну, на определенных этапах передачи документов эта информация была, конечно, озвучена. И нам пришлось не один месяц выезжать на ту территорию, успокаивать население, объяснять, что и так, и так. А в итоге этот ребенок даже стал чуть ли не почетным жителем, будем говорить так, города. Не скажу, какого, но города. Олег Николаевич, в последнее время, да, в принципе, вообще все время существования ВИЧ-инфекции ведутся разговоры о том, что вот-вот, вот буквально совсем скоро или уже создано, или появится лекарство от вируса иммунодефицита человека и вакцина, которая защищает от инфицирования. Какова Ваша личная точка зрения по этому поводу? Вопрос очень интересный. Ну, ни для кого не секрет, я скажу, что я занимаюсь проблемой уже 25 лет. И действительно могу ответственно, как бы, ну, с своей точки зрения и оценивая эту ситуацию, сказать, что первый момент лекарства, лекарства сегодня уже есть определенного перечня, определенных направлений, определенных этапов воздействия на вирус, там, в момент, значит, присоединения. В общем, не будем углубляться, но лекарства сегодня есть, которые позволяют все-таки более-менее человеку жить. А есть ли лекарства, которые полностью излечивают от вируса иммунодефицита человека? Ну, я вам скажу так, я вам задам вопрос встречный. А умеем ли мы сегодня лечить генетические заболевания? Не умеем. Так вот, если мы научимся вырезать, будем говорить так уже научным языком, фрагменты вируса, которые присоединились к ДНК человеческой клетки, эту всю структуру, которая присоединилась, тогда мы научимся лечить ВИЧ. Или, если мы не допустим присоединение ДНК-вируса, уже провирусное ДНК-вируса к человеческой ДНК, тогда мы тоже научимся лечить ВИЧ. Если мы это сделаем, мы все, победим ВИЧ. Но, говоря о вакцине, тоже контр-вопрос. А умеем ли мы... Есть ли у нас сегодня вакцины от генетических заболеваний? Их нет. Их нет. В природе. Поэтому, говоря о вакцине, я бы сказал так. Было бы правильное направление, это мое, конечно, рассуждение, чтобы создать терапевтическую вакцину, то есть лечебную вакцину. Чтобы... Ну, это будет из ряда уже рядом стоящий, как бы, лекарственный препарат, но называется вакцина, потому что тут будут антитела и так далее. То есть, вот из этой, будем говорить, группы, направляющей, говорить про вакцину. Но чтобы создать вакцину, чтобы человек не инфицировался, скорее всего, все-таки вирус мутирует, как он и пришел к человеку. На определенном этапе произойдет мутация, и человек научится жить с ВИЧ, как сегодня, извините меня, живут эти обезьяны, у которых тоже есть вирус, иммунодефицит обезьян, но они им сегодня болеют, как насморком. То есть, несмотря на героические усилия науки и врачей, основным способом борьбы с ВИЧ-инфекцией является профилактика? Профилактика. Профилактика и еще раз профилактика. Но профилактика, она должна вестись по разным направлениям. Не только говорить, что это плохо, что это сегодня... Человек должен, в принципе, знать, и я с большой долей уверенности думаю и знаю, что все-таки знают пути передачи. Но знать, быть осведомленным, это еще не значит вести себя соответствующим образом. Поэтому вот основные наши сегодня, будем говорить так, потуги в этой информационной работе должны все-таки быть направлены на мотивацию человека, чтобы он мотивировался на здоровый образ жизни. Олег Николаевич, ну, наша встреча подходит к концу, и самое время вернуться к тем вопросам, которые прозвучали в начале нашей программы от жителей города Гомеля. Тем более, что наши специалисты подготовили на них ответы. Можно ли на рынке покупать очки для сниженного зрения? А если нет, то каковы последствия этого? Как правило, у многих людей есть разница. В рефракции, то есть это близорукость, дальнозоркость, все это аномалии рефракции. В рефракции двух глаз. У большинства, у многих есть небольшая разница, у кого-то она больше. Иногда, подобрав очки, которые нам вроде бы подходят, мы можем привести к ситуации, когда один глаз будет страдать, а второй преимущественно работать. То есть бывают случаи, когда человек подбирает, и в принципе это не приносит ему никакого вреда. Но я бы советовала это все производить, когда вы уже уверены, когда вы проконсультировались с офтальмологом, хотя бы какие примерно вам очки нужны. Но, к сожалению, еще должна отметить, что часто мы сталкиваемся с тем, что на рынке сам продавец не всегда правильно говорит, какие очки он продает. Чем опасно смешивать антибиотики с алкогольными напитками? Очень опасно, так как алкоголь снижает активность фигментов печени, которые расщепляют антибиотики. К тому же он способствует повышенному всасыванию лекарств из пищеварительного тракта, тем самым являясь причиной некоторых токсических реакций и передозировки. И еще. Некоторые антибиотики, вступая в химическую реакцию с алкоголем, приводят к серьезным побочным эффектам, начиная от тошноты, рвоты, одышки, до судорог и вплоть до летального исхода. Хотелось бы знать, правда, что люди, которые пережили операции на сердце, живут на 15 лет меньше? Нет, неправда. Операции на сердце производятся для того, чтобы улучшить, во-первых, качество жизни, во-вторых, продолжительность жизни человека. Например, если человек принес инфаркт миокарда, и мы провели стентирование, то, соответственно, сосуды не забиты атеросклеротическими бляшками и продолжительность жизни будет увеличиваться. Олег Николаевич, ну и перед тем, как попрощаться, я бы хотел предложить вам дать нашим телезрителям несколько общих рекомендаций о том, что важно знать и делать, а также что не делать, чтобы не пополнить и без того печальную статистику ВИЧ-инфицированных. Вы знаете, я всегда повторяю такую фразу, я думаю, уважаемые телезрители, не обидятся на меня. Сегодня от тюрьмы, от чумы, от СПИДа никто не застрахован. Если мы думаем, что это удел молодежи сегодня, то мы глубоко ошибаемся. Сегодня золотой стандарт, возраст, который у нас выявляется, это 40 лет и старше. Повторюсь, половой путь передачи является доминирующим. Более 95% сегодня в Гомельской области заражаются путем половым. Самый возрастной случай у нас в Гомельской области – 82 года дедушка, 74 года бабушка. Можно, конечно, порадоваться в определенной степени за этих людей, что они еще могут, но вдумайтесь в этот возраст. То есть, хочу еще сказать, что будет ВИЧ или не будет ВИЧ, зависит только от нас, зависит от каждого из нас. Это нужно просто понять и принять. И все-таки смотивировать свое поведение на здоровый образ жизни, понимать, что каждое рискованное поведение, оно граничит и идет рядом с ВИЧ. Поэтому здоровья вам, удачи и без ВИЧ. Спасибо вам за очень содержательные ответы на наши вопросы. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Олег Николаевич Суетнов, заведующий отделом профилактики ВИЧ-СПИД Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. И говорили мы сегодня на тему ВИЧ-СПИД. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Диалог о здоровье». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok